Золотые поля Утонула во ржи Это наша земля Нет на свете красивей Наша земля Это вся наша жизнь Беларусь, Беларусь Дай душе моей согреться Беларусь, Беларусь Век с тобою буду я Беларусь, Беларусь Я люблю тебя всем в сердце Беларусь, Беларусь Родина моя График экспедиции довольно опруженный За день мы наведываем три обочетыры поселищи А листомленность, одразу заникая Колебачишь людей на площади, ля храма Что чекают добродатные огонь А выспеладышные звонки, какими нас устрока в Гродинский монастырь Рожаства Богородицы Як бы узняли да вышинь душу Узрушила простора храма и нават кветник вокруг его Уся свечала праруплевые руки монашек, их любовь до святыни А у Гродинского монастыря славная минулая И он заснованный на месте Прошистинской царквы 12-го стагодзе И до революции належу до знакомитыха своими святынями Доброченной и господаршей деятельностью Красностоцкого монастыра Переживши усе войны И он был зачиненный у 1960-м годе А потом тут вместе усе музеи истории, религии и атеизму У 1992-м годе монастыр был одродженный И туда вернулся миротачевый образ Владимирской Божьей Мати Незарма мы пришли сюда с добродатным огнем Игумене монастыра Гурыыла, витаючи нас, узгадала, як у 1992-м годе Была удельницей перших пронесения святого огню в Беларусь Что поклала тогда початок экспедиции «Дорога до святынь» Это было никование душ, после этого огромнейшего духовного толчка Люди открыли для себя право Живя в Иерусалиме, неся послушание святой земле Я дважды способилась присутствовать во время получения благодатного огня И вот это ликование запало на всю жизнь душу И то, что вы сейчас по благословению Патриарши Микобритании Павла, совершая этот крестный ход Это не пройденные, не проехавшие или прилетевшие километры со святой земли Это путь души каждого из нас Именно во время крестного хода чувствуется единение Церковной соборности и неба Именно во время земного шествия, перепоездок, переперелетов со ступенями Открывается небо и дух святой Исходит не только на тех, кто идет к крестному ходу Но и на эти земли, весы, города, через которые проходит крестный ход И молитва, совершаемая соборно во время крестного хода Не без значения тысячи человек, пять, тысячи или десять человек Это соборная молитва, говоря нашим простым человеческим языком Заходит сразу в уши Господа Только в это надо верить и идти с верой в Бога без малейшего сомнения Великодные песнопения захудшали у просторы храма По една уши принесения добродатного огню со святым воскресеньем Христового Нас устракая стародавняя Гродинская каложа Храм, как птушка, зачапился крылом за неминскую кручу А та и бережливо тримая его на своем боку Церковь освечена в гонор первых русских святых Бориса и Глеба, что свешит про ее давность И другие тут часто отправляются по белорусскому Что узрадовало удельников экспедиции и святара Сергия Гордуна У нас очень часто и тут епископ в приходах служит на белорусском Я не прогожу? Да, да Я не каждую субботу ранец служит только по белорусскому И первую неделю месяца Нам посчастило, значит Я не это сделаю разум приемно Ну я вот так постоянно послухаю, вельми так вот натурально Служить тут доводилось? Нет, только так, бывать бывало Но храм это особенный? Конечно, незвычайно Коли такие вот историчные храмы, вы не по-особливому служите? Ци усе храмы для вас отвлекали? Все ж таки не одно, только вы ее в плане тем, что розумом разумеешь Что на любом месте, да, як Господь неколи сказал В отказ этой самой женщине-самаранце Дзе правильно славить Бога Ци на горе гэтой, ци в Иерусалиме Господь сказал, что на любом месте только треба в духу и истине Разум с тем, когда все ж таки бываешь у храме старожитным Який мает такую вот богатую историю Думаешь про тое, что вот тут молились многие-многие поколения Что мы зими злучаемся у огульной молитвы Думаешь, ну вот с какой любовью этот храм побудованы И отстояны Так, и вот тое, что это заховалось Ну правда так вот радует и выкликает удячность Богу Беларусь, Беларусь Дай душе моей согреться Белар, Белар, Беларусь Век с тобою буду я Белар, Белар, Беларусь Беларусь Я люблю тебя всем в сердце Белар, Белар, Беларусь Родина моя Для Борисоглебской и Каложской церкви были высажены древцы саду молитвы. Это давняя традиция экспедиции. Кольки за годы ее вандровок зашумела саду для айчинных святынь. Миссия тая особливо значная для кероника экспедиции письменницы Нины Загорской. Да и сами вертолишки, куда мы накировались Азгродно, подались великим садам. Вертолишки за усёды в Беларуси были вядомы створальной працей, сонечными душами, любовью вашей до своей родимы и любовью до Господа. Ваша освеченная землица будя под кожным древцем в садах молитвы Беларуси. Мы садим сады молитвы, вы видите, мы спим же часом, а древцы не спить. Я надо небо, и листочками, и корнями в любую пору года, галинками за нас. За нас часом гультаю у молитвенному подвигу. Вот эта земля, пляжа, размешанная с усими освеченными землями, с усих маршрутов поторедних, будет яднаць наши селища, городы, вёскы, души наши, сердце наши. И надеи наши деток, как бы эти будущие господары помножили с добытки наши, а у вас есть чем гонориться. У той момент до площади отбывалась асострыша, подошли дети с наставницей Светланой Станиславовной. Откуда они? Школа вертелишки. Одна школа у вас тут? Да, одна. А какой класс? Начальная класса, 34-й. Тут из этих деток ходит в храм? Вообще, в детстве школы посещают многие дети. Ну, как вы думаете, они что-то запомнят об этом событии вертелишка? У них планируются классные часы информационные по этому поводу. Посвященные дню Беларусской миссии. Письменности, да. В детской памяти останется это событие, тем более они получили свечечки. Лих сфотографировали, и в школе покажут это на большом экране. И даже в газеты у нас школьные попадут. А у вас интересная школа? Какие все школы? Есть у нас какие-то свои традиции. Ну, вот, например, в мае мы проводим фестиваль семейного творчества. То есть там и родители, и дети, и бабушки, и дедушки. На сцене выступают иконы. У нас бабушка одна вышивает, просто замечательная. С бисера очень многие делают. Вечер встречи у нас интересно проходит. Приходят люди, которые 40-50 лет закончат в школу. А много детей в школе? 374. Ну, как это для вертелешек? Много или мало? В принципе, каждый год все меньше и меньше становится детей. Но не на много. На 3-4 ребенка. Хотя простраиваются вертелишки, народ пребывает. А многодетные семьи есть? Есть, конечно, много. Есть. То есть как бы все-таки рождаемость пошла наверх, да? И отрадно эти семьи, благополучные семьи. То есть они сознательно идут на третьего ребенка. То есть они, понимаешь, должны вырастить, воспитать, пустить в жизнь. Да. Вот это хорошо. Апостол нас призывает такими словами «радуйтесь». И эта радость о Христе составляет смысл христианской жизни. Но мы знаем, что изо дня в день, набираясь в сердце своим грехом, мы часто исполняемся печали и даже просит Господь нас отчаяния. Такие посещения, как вот ваша христианская экспедиция, передает, наверное, ту радость, которую испытывали христианские общины, когда их посещали апостолы. Эта встреча, можно говорить о ней так, как Христос сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Сейчас вы стоите здесь, согласятся со мной все прихожане, ощущаем эту неподдельную радость. Христианские встречи, встречи с Богом. Мы будем молиться в нашей церкви о том, чтобы Господь даровал вам сил, терпения, долгих лет за этот удивительный научно-просветительский труд. В определенном смысле это апостольский труд, потому что ваша экспедиция является свидетельством того, что вера православная жива в нашей стране. Она не просто хранится где-то в храмах православных, а вот она среди людей. Отец Иоанн Гладун, настоятель Александра Невского храма в Вертялишках, запросил всех на хрестный ход. Победу со мной оказалась молодая женщина с хлопчиком. Вот вы говорите, что пять лет здесь живете. А почему приехали? Стал вопрос определяться с жильем, и когда мы жили в городе, то приобрели жилье здесь. Тихо, уютно, хороший такой городок, чисто здесь, все аккуратно, красота поддерживается, и в школах о детях очень хорошо заботится, школа показательная у нас здесь. Очень нам здесь все нравится. Ну и храм здесь такой вот большой. Работаем мы в городе, дети учатся, дети в садик здесь ходят. Как бы люди здесь добрые. Председатель колхоза здесь Василия Фанасьевич Ревяка заботится. В городке, да, и о школе заботится о детях, помощь оказывают, обустраивают классы. Хорошо жить здесь. В середине минулых астагодзе вертолишки были невеликой вёсачкой. Потом тут был створен колхоз вертолишки, торфа, предприемство, и узнялся узорный поселок, за планировку и забудову якого его створальники отримали державную премию СССР. Прыкметили вертолишки-кинематографисты. У 1974 году тут вздымался фильм «Яси Янина», в яким был заденешенный ансамбль песняры. Сельско-господарший кооператив «Прогресс» вертолишки за свою большим 60-годовую историю застоят с одной из ведущих господарок Украины. По всем видать, тут працуют руплевые люди, а сами вертолишки в шимсте нагадывают курортный поселок. А весь храм тут стародавний, с историей якого знайомить отец Янгладун. История храма начинается с того, что когда уже эти земли вернулись во владение Российской империи, после Полоцкого собора, когда была упразднена уния православной храмы, стали возвращаться именно в ведение православной церкви. И вот на этом месте сведения исторические говорят об этом каменном храме, который был построен в 1856 году. До этого была деревянная церковь, которая была разобрана, когда наполеоновские войска отступали. Здесь были балотисты места, и они положили себе дорогу, имели цель. И, возможно, вот эти иконы, которые старые остались, они, видите, носят характер такого униянского письма. Говорят о том, что, скорее всего, как и многие православные церкви на этих землях, были и под неадским управлением. Здесь имел во владениях участок большой земли один из офицеров русской армии, его звали Александр, а жена у него была Александра, также его звали. Она была из немок, но приняла православик. И вот они возымели желание построить здесь храм в честь Александра Невского, поскольку, видимо, это был их небесный покровитель. Муж Александр умирает, и этим делом занимается именно помещица Александра Свечина. Подключила народ всех, кто здесь жил, к этому благоугодному делу. Средства, видите, большой храм собирались тогда очень сложно. Тем не менее, храм был построен. И жалко, что именно к освящению храма в 1856 году, 12 сентября, в день памяти Александра Невского, за месяц Александра Свечина не дожила. Здесь начинают служить священники, которые в этом районе Гродинском занимаются серьезной духовно-просветительской деятельностью. Один из них Иоанн Гошунин, который похоронен прямо за алтарем. О нем мало что известно, но уже место захоронения говорит о том, что этот священник был очень уважаемый. И вот эти иконы, которые у нас есть, Николай Чудотворца Марии Магдарины, надписи под ними говорят о том, что они пожертвованы прихожанами в память об избавлении здешней холерой, которая была здесь в 1892-83 году. И на это время приходится смерть Иоанна Гошунина. Это может говорить о том, что батюшка Иоанн, совершая свой священнический долг, исповедовал, прищал людей, видимо, сам заразился где-то. Его, видимо, из-за любви вот этой христианской хоронят именно на этом почетном месте, за алтарем. Также священники, которые здесь служили, открывали училища. И одно из первых училищ из женских здесь в вертелишках. И одно из училищ, то есть школ, ну будем говорить так, да, открывал даже сам Столупин. И в советское время, в 1930 году, были попытки разрушить храм, но отстояли прихожане и разрушили только колокольню. Храм в советское время не закрывался, здесь всегда шла духовная жизнь. Сейчас вот храм, видите, обновляется, росписи все делаются, иконы обновляются. Приходят люди в храм? Слава Богу, Божьей милостью, работа ведется и с молодыми. У нас и военно-патриотический клуб здесь есть для ребят, специально таких вот, которые ленятся слушать что-то больше, но хотят действовать. У нас воскресная школа, 40 человек с лишним, со взрослыми мы занимаемся, катехизацию проводим, обязательно у нас собеседование перед исповедью, перед причастием. Исповедь не просто, когда люди приходят очень часто, знаете, там, пять лет не исповедовался, кто-то в первый раз жизни. Он не знает, как это делать. Очень серьезная работа идет к тому, чтобы начали человека подготовить, объяснить и довести до людей, что священник здесь и услужитель, не только Бога, но и людям. Его обязанность не столько там совершать какие-то требы, а то, чтобы помочь человеку прийти к Богу. Он не боялся подойти к священнику, чтобы священник не представлялся, как какой-то там начальник, чиновник, которому нужно записаться, страшно подойти, что-то спросить. Это должен быть другом, братом, если так можно сказать. Община обновляется, приходят молодые люди осознанно к этому приходят, читают, спрашивают. Учимся жить по-христиански. Да я еще молодой священник. Священником я себя смогу назвать, наверное, только когда мне будет лет 70. Тогда да, сейчас я только учусь. И многому учусь даже у своих прихожан. И много даже у тех, которые к Богу только приходят, потому что ко многим вещам мы по-человечески привыкаем. Я как священник тоже от этого не застрахован. И когда смотришь, вот когда человек смотрит этими глазами и происходит встреча с Богом, переживаешь в тот момент, думаешь, Бог ты мой, а я где-то вот это уже благоговение утратил в своем сердце. И тоже этому тоже учишься, много думаешь о своих прихожанах. Все-таки люди прожили жизнь. Запомнились вертялишки своей гостиностью. Тепленью и спотканье с прихожанами. Такие встречи на шляху экспедиции отбываются у школах, больницах, у домах, где живут состарелые люди. Закати, закати, ты ясная соника, Хоть залез за лесок, Ты приди ко мне, милый мой дружочок, Хоть на час, на часок, Хоть на час, на часок, На минуточку На тебе погляджу. Ветеран экспедиции артистка Белорусской державной филармонии Зинаида Феактистова-Колодяжная Легко контактует с любой аудиторией. И она может нестонно спевать, Шитать гумореский, поэтичную лирку, А пошним часом ее захопила духовная поэзия. Добро, коли до Бога приходим у свой час, Дрэнна, коли поздно приходим. Паверьте мне, я як маці могу вам уже сказать, Что я веньми шкадую, Что я тольки, коли мне было гадоў сорок, Папала ў храм, Калі ў мене земля ішлась пад ног. І вось я счастлива цепер тым, Што ў мене у репертуары ўже дзве духовные программы. Одна з їх называецца Тиха помалюся гэта абзямным житці Исуса нашага Хрыста. Ешчэдна программа, Якая называецца Все хоче петь і славить Бога. «Если б не был монахом, Стал бы русским солдатом». Это слово звучит, Будто грозный набат. В этом звуке победа, В этом звуке утрата Вы прислушайтесь, Русский солдат! Ты за всех воевал, Делал дело святое, И куда ни пойди, Твои кости лежат. Пусть клевещут враги, Не покрыть клеветою Имя славное Русский солдат. Перепишут историю Волки в шкурах овечьих, И дороги твои осмеют, И сказят, Что тебе горевать, Что суды человечьи, Ты пред Господом русский солдат. Беларусь, Беларусь, Дай душе моей согреться, Бела-бела-бела-беларусь, Век с тобою буду я, Бела-бела-бела-беларусь, Я люблю тебя всем в сердце, Бела-бела, Беларусь, Родина моя Экспедицию Сустракая-Скидль Для нас это знаковое и праздничное событие Благодаря вам верующие смогут поклониться чудотворной Загорье Столовической иконе покрова Божьей Матери За женщинам падай и свечи от благодатного огня И пронеси его через населенные пункты, которые лежат на пути К нынешней столице дня беларусской письменности, городу Щучино В знак благодарности за то, что вы проводите большую работу по духовному возрождению общества Разрешите преподнести вам каравай из выращенного рожая нынешнего года Уважаемые гости и жители нашего города Несколько лет тому назад по благосостоянию нашего правейшего архиерея Архиепископа Гродненского и Волковицкого Артемия Мне посчастилось быть в Иерусалиме на праздник Пасхи Господней И привести благодатный огонь в наш город И вот сегодня мы вновь встречаем эту великую святыню Великий подвижник православной церкви Серафим Саровский говорил Каждому приходящему к нему Радость моя, Христос в воскресе Он встречал каждого приходящего этим гимном Который является смыслом нашей жизни Не случайно, что именно на праздник светлого Христового воскресения Снисходит на группу Господней благодатный огонь Конечно же мы все верим, что этот огонь является благодатным Благодатным, не попаляющим Но самое главное, этот огонь для нас должен стать тем символом Который осветит наш дальнейший жизненный путь Господь в Евангелии обращается к каждому из нас и говорит Так вот, да светит свет ваш при человеке Чтобы они видели ваши добрые дела И проставляли Отца нашего, который есть на небесах Смысл нашей христианской жизни Быть святинником веры Чтобы не только на словах мы верили в Бога Но и творили добрые дела Ибо Господь говорит, вера без дел мертва есть И вот каждый наш добрый поступок Каждая наша молитва, благое деяние Тот крестный ход, который мы сегодня с вами совершим И есть то доброе дело, которое проявляет нашу веру Которое показывает нашу принадлежность ко христианству Крестный ход с площади скиделя рушил до храма Угодр новомучеников земли белорусской Его настоятель, отец Кирилл Близнюк Каже, что церковь в городке была спалена в годы Великой Айшинной войны Духовным притулком для верников стала маленькая каплица на Мойлках В 90-е годы было вырошено побудовать у скиделя новую церкву В той час сенот Белорусской Православной Церквы Принял решение об канонизации новомучеников земли белорусской И владыка Гродинский Волковыйский Артемий Блославил освятить у югонор скидальский храм 12 годов ишло будовництво И теперь храм Прыгажун узнялся на ускрайне скиделя Де поберзгим поустанне новый микрорайон С крестным ходом сюда пришел добродатный огонь И для храма узнялась аллея древуцам А потом миссия экспедиции стала неадъемной часткой Святы белорусского письменства ущучанья Каждая встреча, в которой вы проводите, вносит весомый вклад в развитие духовности нашего государства Ведь все мы прекрасно понимаем и помним, что просвещение, любовь, уважение друг к другу Идут именно от наших церковных деятелей Монахи создавали школы, учили детей читать, писать Создавали великолепное произведение искусства И это все благодаря, наверное, силе Божьей Которая дает нам веру, та, которая дает нам мудрость Понимание нашего мира Самое главное в нашей стране и вообще в каждом человеке Это, конечно же, любовь Говорят, любовь это и есть Господь Сегодня мы с благодарностью принимаем вашу экспедицию Я слышал о тех встречах, которые вы провели и на Брещене, и у нас на Гродненской земле Положительные эмоции у членов экспедиции, интересные встречи с нашей молодежью А прежде всего, на мой взгляд, мы все с вами должны работать именно с этой частью населения Потому что они будут нашими наследниками Хорошая традиция и посадка сада Мы долго разговаривали, и спори у нас в облсполкоме Какие деревья посадить, примутся ли они сейчас Но нам сказали так, что на все воля Божья И этот сад будет расти А если будет расти сад, значит будут память о том, что наша экспедиция была Люди будут приходить и видеть ту красоту, которую мы сегодня с вами здесь создадим И поддим письменности, которая объединяет не только славян и не только белорусов Но в гостях будут присутствовать представители 21 дипломатической миссии Это фактически становится международным праздником Будущее этого праздника есть, и этот праздник будет развиваться Экспедицию витал Павел Скоробко, захатчик Холовного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гродинского Абалбы Канкама Тут уж шучу не заглушали голосы ее дельников, белорусских поэтов Верс читая Михась Башлаков У нас у поселка лесным церкви не было, мы ездили в Гомель, потому что чугуночная станция 25 километров и Гомель Я часто ездил в Гомельский парк, там собор Петра и Павла, шиковный собор, куда я на споведи ездил маленьким хлопчуком А потом закрыли его и зробили планетарий Ну а коли почалась перебудова в 90-е годы, знов одновили церкву в этом парку Так вот про этот собор я вспоминаючи у своей поэми Лилея на темной воде Помню, у моленствия был далеким снег Брала с собой мать и у собор меня За образок святые строго так глядели Надо мной анелы сумные летели Поможи мне, Боже, я шептал молитвы Поможи мне, Боже, я шепчу побитый У життёвых бур Про взгоды долгие Слухую собор Зновку литургии Поселел Стомлены Стоя на немею Пролетели дни моих снеговых завеях Что зробил на свете Что зроблю, не знаю Поможи мне, Боже, небо заклинаю Поможи мне, Боже, дай прожить мне светло За окном лютуюсь Немовые ветры Помню, у моленствия был далеким снег Брала с собой мать и у собор меня Просгод святый русалимский огонь Знов поклиша нас в дорогу до белорусских святынь И у гэта верыц ветеран экспедиции Письменник Анатолий Бутылевич Анатолий Иванович, ну вы сказали, вы были министром Ты думала, что придется вандровать в этой экспедиции Ты так Бог наладил? Напевно, и то, и другое То, что мы начинали, я сегодня радуюсь, что оно не померло И спадеюся, не помре Напевно, когда бы ей не было Не так худко, многие из людей Может, и пришли бы до храма И не отчули бы того возвышенного Почуття, когда ты судокранаешься С нечем живым А экспедиция это живое По-перше, той же благодатный огонь У Труны Господней По-другому, это судодейная икона А самое главное, это в очи с людьми Тем больше приемно, что приходят на эти встречи Не только православные Для меня это наибольшее уражение Ручеек агенчика, который заходится вечером От любого храма эти церкви Это может быть то, для чего нужно быть Этим экспедициями И я переконанно, когда нет, где будет Обнарковать потребность Не дай Бог, не потребность проведения экспедиции Я буду горой за то, и жена потребна Не нам, как я удельничаю с экспедиции Хотя она потребна и нам Она потребна людям У многих вёстках, у дельники наших состреч У дельники хрестных ходов Максимум в першиню бачать Вядомых учёных Литераторов, письменников, журналистов Тем больше, когда они пришли с добрым словом С выставками, с книгами своими С говоркой в очи в очи про тое, что их хвалюет Бо они живут не только хлебом надённым Али хлебом духовным И чем больше будет эта свядомость умоцоваться Чем больше будет веры у людей Тем больше у них у них все материальные справы И эта экспедиция сприяет тому Нам треба сеять помеж людей добро Чем больше мы будем работать добра Тем больше оно будет вертаться до нас Кали оно будет пошираться Оно будет вытеснять з нашего життя Сяродзя, побыту зло Гэта у всём уже высокие словы А галя гэта правда Та, якая бачится у очах людей Якие приходят нас устреч Облака над водой Словно белые птицы Запах белой травы Летний ветер принёс Пусть всегда нам с тобой Край родной будет снится Снится наш дом У плакучих берёз Беларусь, Беларусь Дай душе моей согреться Беларусь, Беларусь Век с тобою буду я Беларусь, Беларусь Я люблю тебя всем в сердце Беларусь, Беларусь Родина моя Беларусь, Беларусь Беларусь, Беларусь Беларусь, Беларусь Беларусь, Беларусь